Вопрос с предстрастием Вопрос с предстрастием Вопрос с предстрастием Вопрос с предстрастием Кроме этого у нас идет и процесс, второй уже такой процесс в отношении экс-полковника МВД Захарченко. Это новый процесс, сумма предъявленных исковых требований около полумиллиарда рублей, я напомню. И один из эпизодов, который там рассматривается, это поездка Захарченко и близкого ему человека Саратовцевой в Соединенные Штаты Америки. Поездка эта состоялась сильно заранее до того, как в принципе все это дело и уголовное, и гражданские наши процессы пошли. Там были траты определенные, вывозилась и валюта туда, денежные средства, и там были приобретены дорогостоящие ювелирные изделия, которые вошли уже в этот иск. Так вот, выяснилась интересная очень вещь, которую представили мои коллеги на заседании. Дело в том, что для получения визы в Соединенные Штаты требуется достаточно большой пакет документов, в том числе требуется и подтверждение финансовой состоятельности человека, который предполагает даже с туристическими целями ненадолго в Соединенные Штаты выехать. Так вот, видимо, дохода официального с места работы в МВД показалось господину Захарченко недостаточно, и он представил туда совершенно другую справку. Оказалось, что еще с 17 октября 2008 года, как минимум по 2013 год, когда эта поездка состоялась, он был, так гласит справка, которую он сам предоставил в посольство США, был трудоустроен в должности заместителя генерального директора ООО «Симпл Групп» с официальным доходом ежемесячным в 300 тысяч рублей. Вот такая история. Но это еще не конец. Дело в том, что, согласно этой же самой справке, в этом же ООО работала и госпожа Саратовцева Яна Александровна, также в должности заместителя генерального директора, но там поскромнее, наверное, функционал был поменьше, должностной оклад в размере 200 тысяч рублей. Вот воспользовавшись этими справками, напомню, что Захарченко параллельно с этим официально работал в структурах МВД и занимался борьбой с коррупцией у нас там. Вот такая справка была представлена. Суд, прошу прощения, заседание суда в ближайшее время состоится. Посмотрим, каково будет решение. Но вот такие справки они предоставили. Еще одна новость, которую я зачитаю вам сейчас. Это новость у нас из Северокавказского федерального округа, конкретно из Республики Дагестан. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдарок внес представление в адрес властей Республики с требованием устранить выявленные нарушения закона в сфере долевого строительства многоквартирных домов Республики Дагестан. Вот что там установили наши коллеги. Дело в том, что в принципе работа предыдущих властей Республики не соответствовала необходимым требованиям закона. В 2013 году еще была создана комиссия специальная, в состав которой вошли как должностные лица Республики, так и представители и застройщиков. Такая масштабная она должна была быть. Должна была эта комиссия решать как раз проблемы участников долевого строительства. Но состав с 2016 года этой комиссии не изменился, а работу фактически эта комиссия не вела. Была разработана еще дорожная карта с 2011 года, которая должна была реализовываться по решению этих проблем. Не действовала она, никаких реальных механизмов защиты прав дольщиков выработано не было. И с 2014 года проблема 300 обманутых дольщиков по 8 конкретным многоквартирным домам вообще никак с мертвой точки не сдвинулась. Кроме того, основное время ответственности лежит на местном Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, потому что и проверочная деятельность в этом плане на них лежит. Ну так вот, за последние два года проверками было охвачено лишь 13% из строящихся многоквартирных домов, которые строятся с привлечением денежных средств граждан обычных. И фактически, вследствие ненадлежащего контроля со стороны этого Министерства за тем, как соблюдаются законодательства местными органами самоуправления, в Республике по-прежнему у нас есть факты незаконного строительства, в том числе и вообще без учета какой-то проектно-разрешительной документации, которая обязательно должна быть. Ну и невведенными на данный момент в эксплуатацию остаются 325 построенных многоквартирных домов в Республике. Почему они не вводятся? Ну потому что там незаконно подключены они к коммуникациям, к газо- и электроснабжению, и в связи с следствием этого, поскольку это было проведено незаконно, в отсутствии необходимых процедур, часто это делали структуры, которые не имеют соответствующего лицензирования, это просто создает угрозу даже жизни и здоровья граждан, которые предполагают там жить. Ну и также были в отношении нерадилых застройщиков и вынесены штрафы определенные после разбирательства с тем, что там происходит. Так вот, исполнение этих назначенных штрафов также не контролируется абсолютно, и Министерство строительства и ЖКХ местное не располагает сведениями об уплате более 80% наложенных ранее штрафов. Неизвестно, они уплачены или нет. Сумма свыше 9 миллионов рублей, ну и в результате управление Генеральной прокуратуры по Северокавказскому федеральному округу внесло в адрес местных властей представление, как я уже сказал, об устранении выявленных нарушений. Будем ждать новостей, как у нас там все это происходит. Ну, Ксения, предлагаю к вопросам уже перейти. Да, у меня вопрос в сфере природы охраны. Руководство страны в последнее время все больше уделяет внимание вопросам, связанным с охраной природы и окружающей среды. Также ли прокуратура наращивает усилия в этом направлении? И можете рассказать о каких-то наиболее интересных итоговых цифрах и основных результатах? Да, расскажу и по цифрам, и конкретные примеры из регионов приведу. Ну, кстати, напомню, что у нас буквально на днях было принято Генеральным прокурором решение о том, что создается новая структурная единица внутри Генеральной прокуратуры. Это новое управление, которое займется как раз вопросами защиты окружающей среды. Люди там работают у нас проверенные. И вот, кстати, сейчас я вам и результаты их работы представлю. Ваш суд, на суд наших зрителей. Конечно, это одно из приоритетных направлений в нашей работе. Понятно, есть самые высшие власти, государство внимание на это обращают, и на недавно состоявшиеся коллеги. Президент об этом говорил в применительной сфере лесопользования и водных ресурсов. Так вот, вообще, за прошедший год в этой сфере было выявлено моими коллегами свыше 278 тысяч нарушений закона. Конечно, вслед за этим и акту прокурорского реагирования следовали более 64,5 тысяч представлений об устранении нарушений было внесено. 25 тысяч исков и заявлений в суды направились на общую сумму около 4,5 миллиардов рублей. Сумма солидная. И даже по материалам прокурорских проверок возбудили почти 2 тысячи уголовных дел. Что касается привлечения ответственных лиц к дисциплинарной и административной ответственности, то таких было 73 тысячи человек. Ну и, конечно, у нас, да, самые распространенные факты это что? Это загрязнение хозяйствующими субъектами окружающей среды, это незаконное распоряжение природными ресурсами, нарушение органами госвласти порядка выдачи разрешительной документации. Она разная бывает и на использовании недр или лесных ресурсов, а также, вот о чем мы поговорим с Владимиром позже, это вплоть до лицензии на охоту и так далее. И в связи с поручениями президента Российской Федерации у нас продолжена работа за соблюдением законодательства в сфере лесопользования и также обеспечение противопожарной безопасности. Чуть подробнее тоже мы об этом сейчас поговорим. Но, по большому счету, наши проверки говорят о том, что далеко не везде у нас сформирована эффективная система предупреждения пожаров лесных, природных, и их тушения тем более. Проинформированы были об этой проверке и президент Российской Федерации, и председатель правительства также. И у нас масштабные, конечно, вещи происходят, и нарушение закона в плане лесной отрасли, и хищения лесных ресурсов. Но вот я назову объем незаконных лесных рубок за 2018 год свыше 1 миллиона кубометров. У нас было вырублено лесов незаконно. Ущерб более 12 миллионов рублей, прошу прощения, миллиардов рублей от этих незаконных рубок. Цифры сами за себя говорят. Мне, кстати, что интересно, более половины незаконных лесных рубок у нас приходится на Иркутскую область на одну только. В прошедшем году в этом регионе выпроводила Генеральная прокуратура специальную выездную проверку. Выявили более 850 нарушений законов, в суды 29 исков направили, и 94 дела в административных правонарушениях возбудили. А наши коллеги следственных органов, по нашей информации, также возбудили около 60 уголовных дел. Ну и удалось спасти все-таки прям целые делянки лесные с ценными породами деревьев. Удалось спасти, приостановили их вырубки. Они были только запланированы к тому, чтобы это дело вырубить. Вот не удалось, уже хорошо. Также есть, конечно, нарушения и в сфере отходов производства, отходов потребления. Да, неэффективно зачастую действуют коллеги из Росприроднадзора, из региональных органов исполнительной власти, когда выполняют свою функцию экологического надзора по лицензированию этой сферы деятельности. Обсуждали это специально на заседании коллегии Генпрокуратуры также. У нас по предложению, которые были сформированы здесь, в наших стенах, Генеральной прокуратуры и правительство, утвердило правила разработки и общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами, как производства, так и потребления. И сейчас, в соответствии с этими предложениями, Минприрода и Минтранс совершенствуют свою нормативную правовую базу. Еще одна такая горячая достаточно точка у нас – это Амур, Амурский лиман. Но это мы уже говорим о водных биологических ресурсах. Это такая точка для нас, стратегическая, и в том числе она учитывается при планировании и обеспечении продовольственной безопасности государства в целом. В связи с этим, под председательством первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в конце года прошедшего у нас было проведено межведомственное совещание. Обсуждали эти вопросы, приглашались и главы субъектов, которые входят в эту зону, также специализированные территориальные прокуроры у нас там были, ну и выработали все-таки комплекс мер, пока что на бумаге, которые должны улучшить состояние законностей в этих регионах и в этой сфере как раз. Но наши коллеги из природоохранной прокуратуры специализированной, которые там базируются, активно достаточно свою деятельность ведут, и надо сказать, что наталкиваются на непонимание иногда и противодействие со стороны владельцев тех предприятий, которые там функционируют. Но тут можно, конечно, упирать на то, что у каждого своя правда, но так да не так. Дело в том, что да, понятно, там есть рабочие места, там люди работают на этих рабловецких предприятиях, но перегораживать сетями практически полностью лиман вот этой вот реки Амур, не давая таким образом рыбе, в том числе и лососевым породам, дойти до мест нереста, это значит, в один год вы, ребята, поработаете, выловите, обеспечите себе зарплаты, а в последующие годы у вас просто рыбы не будет, потому что где ей нереститься? Здесь баланс должен быть, и как раз за этим балансом наши коллеги на местах и следят. Ну, а кроме того, в рамках международного сотрудничества в прошлом году мои коллеги из генпропаратуры приняли участие в заседании конференции сети прокуроров по противодействию экологическим преступлениям в регионе Балтийского моря, такое большое название, это все в Норвегии проходило, в городе Осло, в столице. Также и в Хельсинки было проведено заседание в рамках круглого стола на тему обмен опытом противодействия преступлениям в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Также и здесь мы организовали круглый стол с нашими коллегами из Монголии, поскольку у нас и реки там текут через территории обеих стран, и вообще регион такой для нас ключевой в этом плане. Но, вроде бы, довели мы свою позицию до коллег, потому что загрязнение как раз некоторых рек, в том числе силинги, оно идет на территории именно Монголии, а к нам это уже все достается. Но, вроде бы, друг друга поняли, будем надеяться, что сейчас работу эту активизируем. Ну вот что, это общие цифры, а сейчас подробнее по каждым сферам, наверное, поговорим, но я передам слово вашему, уважаемому соведущему. Еще, прошу. Спасибо. Ну, тут у вас глобальные такие проблемы, а я чуть-чуть более конкретно, по конкретно одному из регионов, то, что сегодня волнует, в общем-то, очень многих охотников и охотпользователей. Это ситуация, которая происходит уже несколько лет в Тверской области. Там сложилась такая ситуация, что чиновники регионального Министерства природных ресурсов самостоятельно устанавливают фактические численности квоты добычи охотничьих ресурсов. И получается так, что при этом они не учитывают данные, которые им подают охотпользователи. Об этих фактах неоднократно писали и средства массовой информации, обращались в правоохранительные органы охотпользователей. Росприроднадзор проводил даже проверку, были акты, то есть подтверждены были эти факты. Но, к сожалению, вот Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, ну, на наш взгляд, средства массовой информации, вот мы, так сказать, смотрим со стороны, мы видим, что, по-моему, они эту ситуацию как бы не замечают. И хотелось бы, в общем-то, вот в данном случае услышать у вас комментарии. Почему? Потому что нарушаются права охотников, вы прекрасно понимаете, они меньше могут охотиться. А охотпользователи несут убытки. Вот в этой связи, вот эту ситуацию как-то можно было бы, так сказать, прокомментировать. Андрей, спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, тут моих коллег защищу, не сидят они сложа руки, отнюдь. Просто процедуры некоторые у нас, которые, безусловно, должны вестись по закону, это процесс длительный. Вот расскажу, что там вообще происходит. Да, полностью ваши слова подтвержу. Это действительно так, правда. И обращения поступали в Волжскую нашу Межрегиональную природоохранную прокуратуру от охотпользователей, правда, о значительном и несправедливом, по их мнению, уменьшению объема квоты добычи охотресурсов на прошлый сезон у нас, на 17-18 годы. И для отдельных охотобществ там снижение квот достигало половины. Понятно, что для них это прямой убыток. Они-то закладывались, да, и закупали корма, проводили работы какие-то, и по расчистке лесов и так далее. Они вправе, правда, рассчитывать на то, что им все это возместится и окупится. Это их профессиональная сфера деятельности, к тому же, которая и природе помогает. Провели проверку. Правда, проверка показала, что решения об уменьшении объема этих квот принимались в результате безосновательной, фактически, выбраковки ведомостей зимнего маршрутного учета и в отсутствии обоснования, которое, кстати, у нас и законом прописано, и предусмотрено порядком, который Минприроды и экологии утвердило в свое время. И при этом даже об изменении этих условий, да, и об этих принятых решениях охотпользователи в положенный срок и в положенном порядке не уведомлялись просто. Ну, со стороны, особенно со стороны природозащитников, таких у нас экологических активистов, понятно, что у них позиция может быть такая. Ну, и что плохого? Меньше истребят животных, будет лучше. Ну, это хорошо, но вот, как, во-первых, я уже сказал, у нас охотпользователей – это такие же субъекты экономики, как и любые другие. Это такое же предпринимательство, это такой же бизнес. Человек, когда приходит в него работать, он рассчитывает на правила игры, что называется, да, в соответствии с законом установленные. Он понес траты, он вправе на возмещение этих трат, и тем более на прибыль, рассчитывать. Это раз. А потом, штука в том, что могут быть негативные последствия для самой природы, как мы с вами понимаем, чрезмерно возросшая популяция – это потенциально болезни, которые потом могут привести к полному исчезновению этой популяции на конкретной территории, и много что еще. Да, а потом, ну, опять же, нет законных лицензий. Очень многие местные жители, а также и приезжающие из других регионов, пойдут становиться браконьерами. Это тоже понятно. Здесь тоже надо реально смотреть на вещи и это учитывать. Так вот, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, в соответствии с тем, что она выявила конкретные нарушения закона со стороны Минприродных ресурсов Тверской области, приняла меры прокурорского реагирования. Что это такое? Во-первых, внесли в адрес этого министерства представление об устранении нарушений, и во исполнении требований этого представления в проект постановления губернатора Тверской области, сейчас зачитаю полностью его название этого постановления, об утверждении лимита добычи лося, благородного оленя, косули, пятнистого оленя, бурова, медведя, рыси, выдры, барсука на территории Тверской области в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года, были внесены изменения, таки, которыми исключены необоснованные квоты, вот эти сниженные на добычу лося в возрасте до года, квоты изъятия лося в охотничьих хозяйствах согласованы были с головной инстанцией с Минприродой России, и вновь переутверждены постановлением губернатора от 17 августа 2018 года. Номер постановления 118-ПГ. Охотпользователи были уведомлены о перерасчете квот, все обращения, которые от охотников поступают, конечно, в установленном порядке моими коллегами там на месте рассматриваются, потом, вроде как, контакт налаживают уже в тесном сотрудничестве, какие-то решения вырабатываются, проводят совместные совещания, разъясняют правила заполнения и охотбилетов, я думаю, что будет решена эта проблема в ближайшее время, ну а кроме того, в соответствии с пунктом 11 статьи 24 Федеральной области Федерального закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, в случае несогласия любого охотпользователя с установленной квотой, он это может обжаловать в судебном порядке, и это правда. В целом, по Тверской области скажу, что выяснили. За 2018 год в деятельности местной Минприроды было выявлено 11 нарушений закона, в частности, вот то, о чем я сказал уже, было внесено 6 представлений, по итогам было привлечено к дисциплинарной ответственности одно должностное лицо, также в сфере исполнения законодательства о животном мире, там, в Тверской области, выявили 127 нарушений, внесли 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц, и еще 32 к административной. Ну и в настоящее время лимиты добычи лося, оленя благородного, косули и рыси на территории Тверской области на период с 1 августа 2018 года по... Да, правильно, августа, по 1 августа 2019 года утверждены новым постановлением губернатора Тверской области. Было оно подписано 1 сентября 2018 года, номер постановления 88ПГ. Надо посмотреть, вот пусть пользователи поглядят. из Тверской области согласны, нет. Можно обращаться в прокуратуру, если не согласны. Можно попытаться в Минприроды, нет. Я еще раз повторю, это представители бизнеса, вправе они рассчитывать и на обращение в суд, и потом судебные решения уже соответствующие. Информации более подробной с вами, Андрей, поделюсь. Так, и продолжаем. Да, я бы хотела вернуться к вопросу охраны лесов. Сейчас началась весна, скоро майские праздники, люди будут выходить на шашлыки, костры сжечь, и часто это приводит к пожарам лесных. Скажите, что прокуроры делают для охраны лесов в этой сфере от пожара? Ну, цифры у нас тоже тут нерадостные. К сожалению, 39 тысяч нарушений законов вообще в сфере охраны лесов в 2018 году было выявлено. 9 тысяч представлений у нас было направлено, 3 тысячи исков в суды ушли почти на миллиард рублей, и более тысячи даже уголовных дел возбудили в этой сфере. Конечно, особое внимание именно состоянию противопожарной безопасности уделяется, и ситуация остается неудовлетворительной. У нас было зарегистрировано в прошлом году в общей сложности более 12 тысяч лесных пожаров, и в оконь прошел 8,5 миллионов гектаров земель лесного фонда и почти 92 тысячи гектаров земель других категорий. Ну, понятно, что в сравнении с 8,5 миллионами леса, эта цифра не такая большая. Ущерб приблизительный, который пока подсчитан именно лесному хозяйству от этих пожаров, составил около 15 миллиардов рублей. И динамика, динамика тоже не радует, поскольку на 10% у нас увеличилось количество абсолютное пожаров, и почти в два раза выросла их площадь, в 1,8 раза. Самая сложная история с лесными пожарами у нас в республике Саха-Якутия, в Забайкальском крае, Красноярском, Хабаровском, а также в Амурской, Иркутской областях и в Еврейской автономной области. Вот то, что я перечислил, это почти 96% всех лесных порадов в этих регионах у нас по всей стране, если смотреть. Кто больше всего нарушает, и в связи с чем это, в принципе, у нас происходит? Ну, правда, очень часто у нас региональные органы госвласти ненадлежащим образом свои обязанности исполняют. Региональных примеров сейчас приведу. Какое-то количество в Красноярском крае было Краевым министерством лесного хозяйства был утвержден план, соответствующий, который предполагал и тушение, и предупреждение этих лесных пожаров. Но на самом деле он не действовал. В республике Саха-Якутия было возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Это халатность. Возбуждено по фактам бездействия должностных лиц. Они, зная о том, что пожары есть, просто своевременно не привлекли силы и средства для их тушения. То есть просто махнули на это рукой. В Забайкальском крае, в Амурской области, в Еврейской автономной области точно так же возбуждались административные производства, когда выявлялись факты, что есть конкретные виновные в возникновении пожаров и в отсутствии их тушения также. А в Бурятии, после того, как были рассмотрены бумаги из прокуратуры, после проведения проверок Агентства лесного хозяйства, суд направил иски о взыскании ущерба, который Государственному лесному фонду был принесен, в том числе вследствие неосторожного обращения с огнем. Также установили мои коллеги, что вопреки требованиям ст. 83 Лесного кодекса РФ Рослесхоз не осуществлял должный контроль за тем, как на местах органы исполнительной власти в субъектах осуществляют свои полномочия в области лесных отношений. Ну вот, например, выяснилось, что территориальные подразделения Рослесхоза в Дальневосточном, Приволжском, Северокавказском, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, почти везде у нас получается, кроме Центрального и Северо-Западного. Там проверки проводились ненадлежащим образом, и в результате руководителю Рослесхоза вносились представления неоднократно. В Иркутской области также, вот тоже вопиющая история, я уже говорил про вырубки, что это у нас половина всех незаконных вырубок, там была пресечена незаконная схема по хищению ценных пород древесины под видом проведения санитарных рубок, то есть определяется, что это порченый лесной фонд, санитарные рубки, на самом деле ценные породы веса вывозились за пределы страны. И в результате наши коллеги из МВД по Иркутской области возбудили и расследуют уголовные дела. Это часть 3 ст. 260 незаконные рубки, организованные группой, и также пункт В, части 3 ст. 286, превышение служебных полномочий в отношении тех лиц из местных органов госвласти, которые подписывали все эти бумаги. Ну, вот такая масштабная проверка проходила, также и президента, и председателя правительства мы проинформировали, будем ждать, что все-таки ситуация как-то начнет исправляться. Андрей, продолжаем? Да, ну, естественно, коль профиль у нас охотничает, тематика больше интересует, и, конечно, было бы интересно услышать от вас, в общем-то, насколько пристальное внимание удивляют прокуроры сегодня проблемам охраны использования объектов животного мира, среды их обещания. Ну, и, конечно, в первую очередь, что касается законодательства об охране и сохранения охотничьих ресурсов. Есть такая штука, да, и исполнение законодательства в этой сфере, конечно, на постоянном контроле у моих коллег из природоохранной сферы находится. Также нарушений довольно много, опять, за этот прошлый год буду отчитываться, более 10 тысяч пресечено нарушений закона в этой сфере, более 2,5 тысяч исков и заявлений на сумму. В суды ушло почти 42 миллиона рублей. Возбуждено 36 уголовных дел. Региональных примеров довольно много, причем тут такие, как из прям из дикой природы, так и, скажем так, из нашей повседневной жизни примеры встречаются. В Омской области были отменены по протестам прокурора незаконные распоряжения начальника Главного управления лесного хозяйства. Он утвердил положительное заключение госэкспертиз проектов освоения лесов, но там не содержалось конкретных сведений о том, как предполагается проводить мероприятия по охране объектов живого мира, их численности и видов именно на этой территории, которая к рекультивации какой-то там предполагалась. А вот в Краснодарском крае, вообще, показать мне такая история, в ФГБУ, Федеральное государственное бюджетное учреждение, Сочинский национальный парк, там прокурор пресек факты организации на территории этого природного заказника отстрела уток, гусей и куликов, это у нас заказник при Азовске, и как там все это происходило, вот определили, у нас будет проводиться научный отстрел гусей, уток и куликов. Подписали, произвели, оказалось, что под видом вот этих научных мероприятий просто проводилась банальная охота лицами, которые ни к одному научному заведению не относятся, специальными знаниями не обладают, ни научно-технической программы, ни проекта, ничего. Ну, то есть, вот просто фактически подменили одно другим. Якобы для выяснения пути эмиграции, как это бывает, и численности, просто привезли каких-то охотников и дали им волю пострелять. В Анапе и в Геленджике из незаконного владения пляжных фотографов, это вот я уже говорю о банальных таких примерах, но тем не менее, было изъято 43 особей диких экзотических животных. Там и тигрята были, и обезьяны, и кого только не было. На территории республики Башкирия похожие примеры. Там были вскрыты факты незаконного содержания диких животных в полувольных условиях, а также факты жестокого с ними обращения. Зоолонопарк Барс, например, был такой у нас в Башкирии, действовал. Там без разрешений содержалось достаточно много животных, в частности, орлан белохвост, степные орлы, бенгальский тигр, пумы, персидские леопарды, амурский уссурийский тигр, который у нас везде занесен как вид исчезающий. Также эти животные содержались в антисанитарных условиях, там ни кормления нормального, ни содержания, ничего там не было. И телесные повреждения у животных были, даже некоторые обморожены были. Привлекли директора зоопарка судом к административной ответственности, животных конфисковали. Ну и по факту жестокого обращения организованная процессуальная проверка, будем надеяться, что и уголовное дело будет также возбуждено. А также у нас браконьеры достаточно активно сейчас функционируют в интернете. Из-за этого мы, конечно, тоже следим, поскольку размещается достаточно часто реклама, продажа незаконно добытых редких животных, а также их уже, к сожалению, чистеет и шкуры, и фрагменты тел. Запрещенные орудия лова также рекламируются и продаются в интернете. Что делают тут мои коллеги, когда такой сайт выявляется, отправляют иск в суд, и суд признает такую информацию незаконной для размещения, и доступ к этим ресурсам блокируется. Ну, понятно, что продолжается эта работа у нас, и один сайт закрываем, появляется другой, но это не значит, что мы не должны этого делать. А что касается вопросов исполнения законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, то здесь принимали мои коллеги участие в разработке и реализации государственных региональных программ, соответствующих по охране объектов животного мира, в утверждении схем размещения использования охотничьих угодий. Вот примеры из регионов, опять же, только после того, как прокуроры вмешались и свои требования заявили, были в Волгоградской и Лизанской областях, где охота, кстати, у нас довольно активно практикуется, разработаны схемы размещения и использования охотничьих угодий. Просто неразграничены они даже были. В Волгоградской области восстановили нормативную площадь общедоступных охотничьих угодий, которые внезапно у нас стали для охотников обычных недоступны, а в Тверской и Ульяновской областях эту площадь увеличили, поскольку у нас сочли, что это возможно. По предложению Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, о которой мы уже говорили, в Ивановской и Саратовской областях был разработан проект закона о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, что особенно вот здесь важно, поскольку охотхозяйство все-таки люди опытные, и права свои отстаивать умеют зачастую, а вот физические лица у нас часто бывают ущемлены. На территории республики Мариел установили административную ответственность за незаконный оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу. Там, в принципе, этого не было в местном законодательстве. Ну, а также в Саратовской и Ярославской областях были организованы дополнительные биотехнические мероприятия в общедоступных охотничьих угодьях для нормализации обстановки и для пополнения как раз кормовой базы животных. Ну, и есть у нас тоже не так давно образованная Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Там она выработала практику обращения в суд с заявлениями о прекращении прав ранее осужденных за умышленные преступления лиц на осуществление охоты и об аннулировании их охотничьих билетов, поскольку это обращение с оружием. А здесь есть к этим людям у нас вопросы. Так, продолжаем. Да, я ищу вопрос. Сейчас людей в основном интересует состояние водоемов и воздуха в нашей стране. Можете рассказать о работе прокуратуры в этой сфере? Обязательно расскажу, потому что... Ну, и в водной сфере, атмосферный воздух, охрана. У нас, кстати, в рамках нашего проекта «Эфир» есть рубрика «Чистая среда». Очень интересные материалы у нас там выходят. Это коллеги мои готовят. Был не так давно материал о состоянии атмосферного воздуха в Москве и в области. Буквально вчера был у нас свежий выпуск этой программы о том, как у нас дело стоит с противогололюдными реагентами. На них часто жаловались. Ну, вот выяснили, что то, что в Москве, по крайней мере, применяется, оно окружающей среде вроде бы как не вредит. Ну, вообще, тоже, конечно, масштаб нарушений здесь достаточно существенный, который мои коллеги за прошлый год выявили. Около 43 тысяч нарушений закона в сфере охраны воды и атмосферного воздуха. Исков и заявлений было в суды направлено почти на 224 миллиона рублей о возмещении ущерба. 47 уголовных дел возбуждено. И к административной дисциплинарной ответственности привлекли около 14 тысяч лиц. Но, несмотря на те усилия, которые предпринимают уполномоченные федеральные и региональные органы госвласти, это касательно вот сейчас атмосферного воздуха, я говорю, состояние законности пока в этой сфере остается неудовлетворительным. Не полностью до сих пор даже у нас сформирована сеть мониторинга государственная за состоянием атмосферного воздуха. Например, в третьей почти регионах страны у нас количество постов наблюдения не соответствует нормам и методикам. В восьми регионах страны федеральная система отсутствует вообще мониторинга атмосферного воздуха. А в 45 городах с населением свыше 100 тысяч человек наблюдения не ведутся и никогда вообще не велись. Понятно, что полноценную карту состояния атмосферного воздуха составить в таких условиях невозможно. Ну а в целях извлечения наибольшей прибыли предприятия у нас далеко не всегда применяют современные системы газоочистки, эксплуатируется оборудование, которое неисправно фактически. И приводит это все к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Также они свою деятельность производственную осуществляют без разрешительной документации зачастую, не ведут учет выбросов, не соблюдают режим санитарно-защитных зон. И плату, которую обязаны вносить за негативное воздействие на атмосферный воздух, установленные сроки не вносят. И вот примеры из регионов. Снова по требованию Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора руководство партизанской ГРЭС, только после вот этого, как прокуратура вмешалась, заключило наконец-то договор с аккредитованной лабораторией на проведение регулярного мониторинга за выбросом врезанных веществ в атмосферный воздух. И программа экологического контроля была приведена в соответствии с федеральным законодательством. А вот в Иркутской области там братский межрайонный прокурор обязал братский завод фиферосплавов оборудовать наконец-то стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферу газо-чистным оборудованием. Там его просто не было. А это один из городов вот таких самых плохой экологической ситуации у нас в стране. Решение суда вступило в законную силу. Только через суд пришлось идти, ждем его исполнения. Ну, похожие ситуации были, когда вмешательство прокуроров потребовалось в Пермском крае, в Амурской, Волгоградской, Костромской области, в Челябинской. Что касается сферы охраны водных ресурсов, то здесь также только в результате прокурорского вмешательства была активизирована работа по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Это много где, но в Самарской области, например, опять же, по требованию прокуратуры, наконец-то установили границы водоохранных зон и защитных полос на семи реках этого региона. Их там просто не было, и никто их не учитывал. Меры прокурорского реагирования также потребовались для того, чтобы такие же похожие документы о водоохранных зонах создать на всех водных объектах в Чувашии, в Республике Морел, в Костромской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Также продолжаем контролировать очистку русел рек от загрязнений и замусоривания. В 2018 году Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, которую снова мы вспоминаем, приняла меры, и в результате этих мер было поднято и утилизировано 14 судов со дна реки Волги. В Волгоградской области сейчас в исполнении решения суда по иску прокуратуры местной природоохранной был построен и введен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений ливневой канализации с переводом стоков в так называемый оборотный цикл водоснабжения, в результате чего в Волгу у нас перестало стекать большое количество загрязненных стоков, более 100 тысяч кубических метров воды. Это, конечно, очень много. А в Самарской области тоже такой случай показательный. Там строили дамбу на реке Волга, выявили факт загрязнения водного объекта строительными отходами. Почти 2000 квадратных метров было загрязнено, и реке был нанесен ущерб фактически всему государству. Река-то у нас, извините, Волга, она всех одна. Ущерб более 22 миллионов рублей, и главное, что там находилась зона нереста некоторых пород рыб, и там 65 тысяч рублей тоже вроде бы не серьезный такой ущерб, да, не серьезные штрафы, но все равно. Но и все-таки добились мои коллеги возбуждения уголовного дела по статье 250. Есть такая статья, которая как раз-то так и называется «Загрязнение вод» в Уголовном кодексе Российской Федерации. Ну и продолжаем следить, конечно, за этой сферой. Вот так вот. Андрей, продолжим. Про воду проговорим. А? Как? Вопросы есть у вас еще? Ну давайте про воду тоже, про рыбу поговорим. Про рыболовов. Про рыболовов надо, да. Да, важная тема. Вообще у нас же есть целая стратегия в государстве, прямо она так и называется, стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. И у нас там утверждено, что эта сфера рыбохозяйственной отрасли – это один из основных факторов, который, в принципе, влияет на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Есть у нас федеральные законы о рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов, и это основа жизни и деятельности человека, тоже там это прописано. Ну так вот, занимаемся мы соблюдением законодательства. И в этой сфере также нарушений там не так много было выявлено, как в других, которые я перечислял до этого, но 14 тысяч нарушений все равно вскрыли. В результате 5,5 тысяч исков и заявлений в суды было направлено на общую сумму в 129 миллионов рублей и 214 уголовных дел, кстати, наверное, в этом плане почти с пожарами сравнились, тоже уголовных дел довольно много возбудили по материалам прокурорских проверок. С чем это связано? У нас дело в том, что часто юридические лица находятся рядом с рекой, производство, оно берет на себя обязательства по восполнению ущерба, который природе наносится, в том числе и воспроизводят рыбные ресурсы. Вот Омская область, там хозяйствующий субъект использовал реку Иртыш для забора воды, и там должны были быть проведены компенсационные так называемые мероприятия по восполнению биоресурсов. Должны были они выпускать пеледь и стерлить туда. И только после того, как, причем положено было более 7 миллионов мальков выпустить, солидный ресурс такой водный, биологический. Но сделали они это только после вмешательства моих коллег. В результате вот и рыбозащитные сооружения раздвигли, наконец-то, чтобы рыба у нас туда в этот водозабор не попадала. И молоть эту такие выпустили. Ура, хорошо, Иртыш без рыбы не останется. Ну и фактически за год, который прошел с момента создания Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, которую я тоже упоминал, прокурорам удалось почти в два раза по сравнению с прошлыми годами увеличить результативность работы хозяйствующих субъектов по зарыблению водных объектов. Ну а говорил я вот как раз про работу коллег в бассейне реки Амур и в Амурском лимане. Действительно, это то, что там, та экономическая деятельность, которая там ведется, незаконна в первую очередь. Она создает угрозу экономической и продовольственной безопасности Российской Федерации. И в результате это явилось предметом обсуждения межведомственного совещания, которое Александр М. Буксман, первый заместитель генерального прокурора, у нас проводил. Органы прокуратуры в этом регионе за последние два года выявили более трех тысяч нарушений закона. В суды направили 685 исковых заявлений и привлекли к ответственности более 440 лиц. В общем, продолжаем следить за этой ситуацией. Без рыбы, я думаю, не останемся. Почти все темы мы с вами, коллеги, мы сегодня исчерпали, вроде бы, да? Или есть вопрос еще у вас? Есть? Нет? Ну, тогда... Время есть? Да, есть. Чуть-чуть у нас, буквально пару минуток. Я бы, тогда, единственное, что хотелось бы добавить и сказать... Хотелось бы очень видеть более оперативное реагирование на выступления в СМИ работников прокуратуры. То есть, имеется в виду, что если СМИ выступают с какой-то проблемой, именно озвучивают ее, то чтобы все-таки было реагирование... А реагирование на что? Вот смотрите, как... На иметь в виду критику, конечно. Ну, вот смотрите, я понял. На конфликт хозяйственных субъектов или на конфликт госвластия, или как? Не обязательно. Это может быть любая ситуация, которая описывается, где нарушается нарушение прав, законных прав, либо физических лиц, либо субъектов. Согласен. Ну, вот смотрите, я просто практику опишу, поскольку буквально пару минуток у нас есть, как это вообще происходит в соответствии с законом. Дело в том, что прокурорское реагирование у нас может наступать в соответствии с законом о прокуратуре в нескольких случаях. Это может быть прямое поручение руководства страны президента, это может быть обращение любого физического лица, юридического лица, здесь в данном случае для нас неважно, общественного объединения, или сообщение в средствах массовой информации. Правда, это прямо прописано в законе. При поступлении обращения от физического и юридического лица, несколькими способами можно, можно письмо написать, можно через интернет-приемную, можно прийти на прием к прокурору, на личное, что называется. Во-первых, человек в течение 7 дней, он как минимум, на самом деле быстрее он получает ответ, что принято ваше обращение, оно будет рассмотрено установленным законом порядки. Если требуется проведение проверки, то срок проверки у нас ограничивается 30 днями. В особо сложных случаях, ну такое бывает, ну как правило, это касается либо каких-то уголовных дел, ну вот чего-то такого, которые уже состоялись, да, может быть уже и переговор вынесен, в общем, такие вещи. Там может быть расширен до 60 дней этот период, но вообще 30 дней это максимум. Вот после этого может наступать уже прокурорское реагирование, да, то есть я говорю, что не обязательно 30 дней будут мурыжить. Если вопрос прост и понятен, то, конечно же, и реакция будет быстрее, и меры какие-то прокурорского реагирования будут внесены быстрее. Что касается сообщений в прессе, то это как раз то, чем занимается в том числе мое структурное подразделение, мое управление. Мы как только... у нас мониторинг ведется 24 на 7, это правда, хотя нас немного, но мы успеваем это делать с помощью средств, которые нам дает и цифровая трансформация органов прокуратуры, и соцсети тоже смотрим, хотя пока что они у нас в законопрокуратуре не внесены как предмет для реагирования, на самом деле занимаемся этим тоже. Сразу же это передаем в профильное управление, и они уже начинают заниматься, поскольку, да, по закону это точно такое же обращение, как есть, стараемся. Но просто не всегда мы отсюда, из центрального аппарата, имеем возможность сделать публичными всю работу наших коллег на местах, а коллеги на местах точно так же, занимаясь много чем, не успевают информировать о том, что приняли, провели. Я имею в виду не ответы на обращение, а именно сделать это публичным, отчитаться перед СМИ. Но будем стараться, для этого мы и создали, кстати, наш вот этот проект-эфир, где с радостью сегодня с вами общаемся. Будем его так же дальше развивать и совершенствовать. Ну и ждем вас снова. Это была рубрика «Вопрос с пристрастием», наша стандартная, где я общался с моими сегодняшними соведущими, Ксения Семеновская, агентство ТАСС, Андрей Корабельников, журнал «Охотник». Меня зовут Александр Куриной, я официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Увидимся в ближайшее время. Продолжение следует...